Ребята, всем привет! С вами Хаос Натали, я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас с вами безумно актуальная тема, как экономить и питаться правильно. Сегодня мы будем развеивать мифы о том, что правильное питание это дорого, что вы не можете себе это позволить, поэтому едите непонятно что. В общем, давайте начинать. Начнем мы с углеводов, и если говорить более конкретно про этот раздел, то давайте начнем именно с круп. Круп существует просто нереальное какое-то количество, сегодня полки магазинов просто завалены изобилием. что мы в первую очередь покупаем, что мы знаем, что мы знаем из детства, и это относится как раз таки к разряду недорогих продуктов. Это гречка, это пшено, это перловка, это рис, это самые такие обычные наши советские крупы. Если мы говорим про какие-то более дорогие, которые сегодня у нас ассоциируются с правильным питанием, наверняка, да, вы слышали, то это кенуа, это амарант, это более изысканные виды пшеницы, типа кускус, булгур, полба, спельта и так далее. То есть вариантов на самом деле много. Зеленая гречка, то же самое, да, она гораздо дороже обычной гречки, но если брать свойства, ну давайте будем честны, она не то чтобы прям в разы лучше, а иногда при каких-то аутоиммунных заболеваниях она даже не рекомендуется. То есть все всегда очень индивидуально. Поэтому если вы хотите экономить, то покупайте самые обычные, самые привычные крупы, не заморачивайтесь, и будет вам счастье. Теперь давайте немножечко поговорим про бобовые. Тут тоже все очень просто. Есть, конечно же, какие-то дорогие виды, которые обязательно ударят по вашему кошельку. Это маш, это нут, это чечевица. Чечевица вообще бывает разных сортов, там разных цветов, красное, желтое, зеленое. Но мы можем использовать то, что в принципе растет у нас на огороде. Вы можете купить это даже у каких-то бабушек, либо, собственно, вырастить сами на своей даче, если оно у вас есть. Это белая фасоль, это красная фасоль, это горох. Горох, кстати, можно обычный свежий молодой горошек просто покупать и замораживать, например, его на зиму. Также это может быть какие-то бобы, да, если вы тоже любите, то чем не вариант? Вполне себе неплохо. Наверняка многие из вас любят макарошки. Здесь мы, конечно же, выбираем цельнозерновые. Можно, если у вас хорошо переносится пшеница, то есть совершенно обычные, глютеновые, да. Если же вы хотите переплатить, если вы хотите каких-то необычных, изысканных вкусов, то можете использовать рисовые, можете использовать гречневые. Но будьте аккуратны, потому что гречневых на первом месте обычно та же самая пшеничная мука. Можно использовать стеклянную лапшу. То есть вариантов на самом деле очень много. Но, опять же, это уже варианты, скажем так, не на каждый день. На постоянной основе, я думаю, вам будет более чем достаточно вот этих вот перечисленных углеводов, которые мы с вами уже обсудили. Дальше давайте перейдем к зелени. В принципе, она тоже относится к разряду еще углеводов, хотя, конечно, уже преимущественно клетчатка. Сегодня супер популярна микрозелень. И она стоит, конечно, каких-то неплохих денег. И вы, опять же, говорите, что я не могу себе позволить микрозелень. Что же мне тогда остаться без всех микронутриентов? Зачем, ребят? Укроп, петрушка, которые растут на огороде, которые продаются у бабушек. Они ничем не хуже. Поверите мне, да, там будет немножечко другой микроэлементный состав. Но он тоже будет богатый. Просто ешьте максимально разнообразно. Не надо гнаться за странными продуктами. За каким-то тем же самым сельдереем, чем-то еще непонятным. А если этот продукт вообще у вас в местности не растет, то вы можете вообще про него забыть. Ешьте то, что растет у вас. То, что вы можете купить, придя в любую деревню, просто пройтись и спросить, а не продаете ли вы случайно какую-то зелень, зеленый лук в сезон, потом обычный лук. В общем, вариантов, на самом деле, много. Не придумайте себе какие-то отговорки, что это очень дорого. Ну, согласитесь. Раз я уже затронула лук, давайте перейдем непосредственно к овощам. В эту группу мы сразу отнесем и какие-то ягоды, фрукты и даже грибы. Смотрите, здесь все тоже очень просто. Самые любимые, самые простые овощи. Это свекла, это морковь, это картофель, это капуста. То есть, вообще не надо даже что-то себе придумать. Если вы не можете покупать какие-то странные заморские, там, я не знаю, сельдереи, корневые, черешковые, бататы, вам это все не нужно, ешьте то, что вы можете себе позволить. Сейчас сезон огурцов, помидоров, прям идеально. Кабачки скоро будут, скоро будет тыква. Это все можно замораживать. Купите лучше себе на сэкономленные деньги морозильник и замораживайте все. Это будет максимально натурально, максимально полезно. Вы можете зимой добавлять это, делать какие-то супы-пюре, что угодно, просто тушить. Кстати, зимой я рекомендую вообще, в принципе, использовать какие-то замороженные овощи. Например, стручковую фасоль можно замораживать, капусты, типа там брокколи, брюссельская, цветная капуста. Кстати, цветную капусту тоже можно выращивать у нас. Можете вот это все использовать, и это будет, поверьте мне, гораздо полезнее, чем те же самые пластиковые огурцы и помидоры, которые у нас продаются зимой на рынках. Поэтому максимально сейчас успевайте поесть сезонных продуктов, потому что все то, что привозится к нам, поверьте, пока оно доехало, оно обработано всем на свете, чтобы доехать до вас в красивом виде. Пользы там, ну, уже практически никакой не останется, да, может быть, останется какой-то вкус, и то это если повезет. А так, ну, к сожалению, одни пестициды. То же самое с ягодами и фруктами. Можно покупать, конечно, какие-то там драгонфрукты, можно покупать манго, можно покупать персики, абрикосы, нектарины, что угодно. А можно использовать аналог наш обычный, например, сливы те же самые, да, яблоки, груши. Причем желательно тех сортов, которые растут у нас, не обязательно привозные. Можно использовать крыжовник, можно использовать чернику, можно использовать землянику, малину. Малину самую обычную, лесную, пусть она будет страшненькая, некрасивая, но не та, которая продается за какие-то бешеные деньги, размером с кулак, обработанная, наверное, всем на свете. Не всегда, кстати, вкусная, да, но по пользе там вообще даже речи, мне кажется, не идет, потому что даже по виду понятно, что, ну, с ней что-то не то. Нормальная малина до таких размеров не вырастает. Голубика, если она растет у вас на каком-то участке дачном, то отлично, ешьте на здоровье, но если вы покупаете ее, особенно вне сезон, конечно, она может стоить каких-то бешеных денег, поэтому всегда соизмеряйте, то есть сезон, не сезон. Та же самая голубика, кстати, в сезон будет стоить совершенно адекватных денег, да, поэтому думайте, как бы перед тем, как сделать какой-то выбор, делайте его осознанно. Что касается любимой всеми ягоды, кстати, это ягода, да, я говорю про авокадо, то действительно по цене авокадо кусается. Но я вам скажу так, что по качеству сегодня, по крайней мере в Минске, не знаю, как в вашем городе, найти хороший спелый авокадо очень-очень тяжело. Поэтому я тоже убрала сейчас из рациона, и поверите, даже не хочется, потому что пару раз купишь, и это невкусно. Поэтому, ну, нет, значит нет, используем какие-то другие источники жиров, да, пусть это будут не растительные жиры, используем там орехи какие-то, оливковые масла, жирные сорта, там рыбы, например, про это поговорим чуть позже, да. Не надо гнаться за тем, что что-то якобы эфемерное такое полезное, хотя, поверьте мне, вот эти вот странные зеленые авокадо, в них больше вреда, чем пользы, поэтому возвращаемся к нашим овощам и живем счастливо. Теперь давайте поговорим про мясо и рыбу. Действительно, здесь есть достаточно дорогие, скажем так, эксклюзивные варианты. Я говорю про лосось, про икру, про какие-то необычные виды рыб, типа там сибас, дорада, естественно, креветки, какие-то кальмары. То есть то, что, в принципе, у нас не выращивается, и пока оно к нам доедет, естественно, оно стоит бешеных денег. Ну, давайте поговорим про что-то более бюджетное. Например, та же самая скумбрия, поверьте, не уступает по качеству лососью. Там тоже очень много жирных кислот, она очень полезна, там содержится омега-3. Причем она реже бывает какой-то искусственно там выращенной, вскормленной, да. Также такие обычные белые сорта рыб, типа хек, минтай, они стоят адекватных денег, и на вкус, если их правильно приготовить, не будут ничем уступать какому-нибудь сибасу или той же самой дорадо. С мясом проблем у нас сегодня нету, вопросы, конечно, к его качеству, но тем не менее. Свинина, говядина, курица, кролик, отдельное внимание я хочу уделить субпродуктам, потому что их огромное количество в зависимости от того, какой орган, какое животное. Они имеют все абсолютно разный вкус и, естественно, разные витамины, микроэлементы в своем составе. Здесь очень важно понимать одну вещь, что, да, действительно, не все сегодня себе могут позволить какое-то органическое мясо. К сожалению, это так. Если мы изначально, да, то есть понимаем, что, возможно, с продуктом что-то не так, то хотя бы соблюдаем ротационный принцип питания, то есть не едим его на постоянной основе. Едим его раз в неделю, иногда мы делаем дни какие-то без мяса, там сегодня у нас курица, завтра свинина, потом говядина, потом ничего. То есть вот таким образом мы как-то разноображиваем максимально свой рацион. И работаем, конечно же, с печенью, потому что в любом случае детокс никто не отменял. Все то, что вы съели с этим непонятным мясом, печень ваша хорошо выведет, если вы о ней позаботитесь. Ну и, кстати, я вам скажу, в органическом мясе, ну, тоже большой вопрос, потому что все равно все болеют, всех чем-то там кормят непонятным, и каждый стремится получить максимальное количество прибыли. Насколько можно доверять сегодняшним производителям, не знаю. Даже если у вас какое-то собственное подворье, ну, наверняка всем знакомая комбикорма, не всегда хватает какой-то там травы, все равно все подкармливают, даже тех же самых кур подкармливают, да, чтобы у них больше было яиц, да, чтобы они там росли сами по себе потолще, если они вдруг раскармливаются на убой. То есть поэтому насколько здесь можно вообще доверять кому-то, решать вам. И давайте напоследок я еще скажу немножечко про сладенькое и про десерт. Конечно же, всегда нам к чаечку, кофеечку хочется что-то такое вкусное, и мы смотрим в сторону каких-то там непонятных конфет, а если мы хотим что-то правильное, то, конечно же, это дорогие какие-то злаковые батончики, причем составы у них далеко не всегда хорошие. Это какие-то протеиновые батончики. Ребят, это все то, что вы можете делать сами. Вы покупаете сухофрукты, самую страшненькую курагу, самый страшный чернослив, потому что они минимально чем-то обработаны. Вы можете брать изюм, вы можете брать какие-то орешки, не обязательно брать дорогие, макадамия, пекан. Можете брать то, что вам, в принципе, доступно. Можете покупать в сезон грецкие орехи, они максимально богаты микроэлементами, там еще ничего не успело окислиться. Даже если вы любите арахисовую пасту, я допускаю такой вариант, но делайте ее сами, хотя я не фанат арахиса. Не покупайте готовую. Обжаривайте сами арахис, да, то есть добавляйте туда соли, сами измельчайте его. Это все очень просто. И по крайней мере, вы будете знать, что вы едите. Но опять же, напоминаю, прошу вас просто не на постоянной, не на ежедневной основе. Так вот, из орехов и сухофруктов можно делать отличные, полезные, разные конфеты. Я сама этим увлекалась. Причем рецепты всегда максимально простые. Взяли все и смешали. Хотите, налепили каких-то шариков. Хотите, просто выстелили противень, и все вот это вот там условно заморозили, потом нарезали, вот вам готовые конфетки. Вы можете делать гранолу. Гранолу из самой обычной овсянки, причем можно использовать как в такой вот долгой варке, так и менее долгой варке, да. Ну, то есть просто как десерт. Понятно, что тоже каждый день мы ее не едим. И получится прям супер. Вы добавляете туда те же самые семечки, те же самые орешки. Просто с медом ее подсушивайте, поджаривайте. Можно даже делать на сковородке. Получается шикарный десерт. И поверьте мне, это лучше, чем того, что вам напихают в странные батончики с красивыми этикетками и составом, который, ну, по размеру напоминает просто один из томов войны и мира. Я надеюсь, что в сегодняшнем ролике я вас убедила, что правильное питание — это совсем недорого. Нужно просто включить фантазию, нужно просто действительно захотеть что-то делать, захотеть разнообразить свой рацион максимально, посмотреть по сторонам, посмотреть, что у нас творится на полках магазинов, сходить на рынки, какие-то сезонные вещи, обращать внимание на вот такие вот самые простые продукты, которые при правильном приготовлении обязательно удивят вас своим вкусом. Ну, а мы с вами увидимся в следующем ролике. Я обещаю, что это тоже будет что-нибудь суперполезное и интересное. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok